Да успокойтесь вы, это же машины. Машины ездят, машины ломаются, это жизнь наша. Теперь вы думаете, что купил машину и все нормально и ровно, и все круто, да? А гололед? А странные человеки? А вы думаете, что хорошая машина стоит копейки? Ну, во-первых, хорошая машина копейки не стоит. Во-вторых, мы показываем вам машины из разряда более или менее современных моделей, а некоторые так они вообще новые машины. Цена вопроса. Цена вопроса в разы ниже, чем это у всех у дилеров. Мы сейчас зайдем, посмотрим, можно ли купить по цене дешевле, чем у дилеров. И оказывается, что можно. Поверьте, у нас понятия разные. Есть трейд-ин, там надо продать новые, это дилерские центры. И они не сильно смотрят на вашу рухлядь. Есть рынок с кучей перекупов. Есть отстойный интернет. А есть Best Auto на магнитной 111, где продают проверенные автомобили. И нет ни перекупов, нет рухлядей, нет отстоя. Машины в лучшем состоянии здесь. Есть, есть другие ценники. Но давайте все-таки определимся, что дешевых машин в жизни теперь не стало. Их не существует в природе. Если вы что-то найдете дешевое, ну как я, допустим, за 80 тысяч рублей взял Волгу, то в эту Волгу я уже вложил по запасным частям, плюс-минус, без работы, ну где-то, грубо говоря, 20 тысяч я уже туда вложил. Это невзирая на то, что я своими руками все делаю. Такие машины вы хотите купить? Ну покупаете, нет вопроса. Потому что, ну я еще кое-что делать-то умею и, в принципе, этим делом занимаюсь. Другой вариант хороших машин уже и нету. Либо это раритет. Ты когда-то, вы если сможете что-то реализовать, то тогда это дело получится. Другой вариант мы нашли в Best Auto. Посмотрели эти другие машины. Так вот эти другие машины здесь вам не нужно будет делать ничего, потому что они уже сделаны. Вы получаете нормальный вариант и потом катаетесь. Чтобы было по-другому. Умеете ли вы полностью разбирать машину? Что нет? Так зачем вам ушатайка? Ваша машина должна вас радовать, а не ушатывать ваш бюджет. Не надо красить. Именно такие машины в Best Auto. Вы просто заправляете бензин с учетом технического обслуживания и ездите. Конечно, не все меня понимают, но меня понимать-то все должны. Маленький нюанс сейчас существует. Как бы вам сказать? Давайте все-таки определимся и откроем капот. Если на капоте входной коллектор сделаны из пластика, то я не думаю, что эта машина проведет то время, когда настоящий капот, в смысле коллектор сделаны из дюрали. Две разные вещи. В некоторых событиях вы сейчас покупаете все новые машины и на всех этих новых машинах у вас есть пробег такой своеобразный. Или вы думаете, что кто-то не хочет деньги на вас заработать? Да они еще как хотят. И поэтому ваша машина закончит свой пробег примерно 250 тысяч. Это если сильно получится. А если сильно не получится? Просто у меня человек спокойненько ездил на Volkswagen Passat 400 тысяч и продолжает ездить. И все они в порядке и нормально и красиво. Вот так вот они ездят. Теперь мы говорим о том, о чем вы можете себе купить. Это несложная процедура и в принципе сумма уже дешевле, чем миллион рублей, а точнее 828 тысяч рублей. Отличный Ford C-Max, который очень сильно послужит и будет служить еще дольше. И давайте думать о новых. Есть и новые. Но тема есть. Вы можете переплачивать. А если темы нет, то на Best Auto на магнитной 111. Смысла я не вижу. Зачем? Вот вопрос. И цена дешевле, чем новые и без всяких домов. Итак, два абсолютно новых автомобиля. Два абсолютно новых автомобиля. Вы думаете, что на отечественные машины ценники... Нет, на отечественные машины ценники тоже. Все прыгнули за миллион рублей. Все туда полетело. Но сегодня сейчас двое машины, которое имело дивный пробег 250 километров. И цена ее меньше, чем один миллион. И цена чуть-чуть выше. У машины, кстати, с этого года, да-да-да-да. Нормальная Нива. Как говорится, то, что должно быть для взрослых ребятишков, которые умеют и по грибочке смотаться, то и на охоту уже потом съездить. При этом цена, она прямо здесь. Теперь вопрос. Сможете ли вы все это дело купить? Никаких проблем. Спокойненько заходите, оформляете на втором этаже документы и получаете машину. Никаких сложностей. Почему машины поднялись? Это вопрос не к вам, а к человекам, поднявшим доллар. Вот вопрос к ним. То есть те, кто хочет, да и пусть они меняют машину, но он хочет новую. Он смотрит на ценники и поднимает. Это бизнес. Но определившись ценой нового, ценники адекватные на машины. Лучшие здесь. Почему разница здесь есть? Почему разница здесь есть? И это даже не трейдин. В трейдин вам выкидывают, как бы вам сказать, им фиолетово. Им главное свои машины продать. При этом, когда мы говорим про новые машины, вам еще туда кучу допов. Хлоп, хлоп и все. Здесь вопрос, если у вас есть NAL. Тема весьма интересная. Пришли люди с NAL. Просто купить настоящую машину. Таким скидочка будет весьма такая. Очень даже интересная, которой скидки нету нигде. В природе своей. А здесь есть. Ну, естественно, если вы здесь покупаете машину в кредит, это без сказка, без осаго. О! Клевая тема. Я немножко сюжет вам расскажу из моей оперы. В принципе, вы можете машину застраховать на три месяца ездить и все будет абсолютно нормально, ровно и красиво. Теперь то, что красиво, но не стоит денег дилеров. Это есть, есть, есть и это. Чтобы докатило. Просто есть нормальные водители. Есть, есть, кто не угваздывает машину. Кто реально холит и лелеет. Кто понимает, если машина в идеале, цена будет в достатке. Кто берет машину и продает ее, но не по дилерской цене. Давайте определимся с ценами. Даже если мы будем брать автомобили из Советского Союза. Помните, да, ценник был? 56 копеек стоил доллар. 56 копеек стоил доллар. То есть тогда уже машина именно ВАЗ-2101 стоила больше 10 тысяч долларов. Копейка. Помните? Давайте сейчас пересчитаем. Даже париться никуда не нужно, потому что мы делали это дело для людей. Сколько сейчас может копейка стоить? Ну, больше миллиона. Деваться никуда не получается, потому что у нас доллар как-то прыгает. Ну, забыли. И самое забавное, что мы забыли мысль другую. Ну, я лично скажу так. Один из лучших предметов вложения денег, ну, я лично бы так сделал, я бы вложил деньги в доллары. Ну, вы там думайте сами. И давайте определимся, сколько такая машина может стоить. Сколько такая машина может оригинальная стоить? У нас стоит 5 миллионов рублей. То есть это, грубо говоря, ну, это серьезная, хорошая машина, которая тех денег и стоит. Здесь она стоит дешевле. И не просто в разы, а раза в три. Но качество тоже самое. Но качество тоже самое. Качество тоже самое. Может быть, не стоит платить бешеные деньги, чтобы подсаживать себя на сумму... Ну, я не знаю, сколько сейчас квартира стоит, потому что тема-то отдельная, да? Ну, смысл. Смысл какой? Пришли сюда, купили качество. И давайте все-таки говорить о нашем будущем, да? Как бы вам сказать там? Лучший вариант и лучший подарок к Новому году, да и вообще, это покупка новой машины. К слову о том, что вы, покатав год ровно, вы потом сюда приезжаете, ее здесь у вас забирают, вы покупаете новую машину. Это не сложно, кстати. Но цена-то не 5 тысяч рублей, не 5 миллионов рублей. Я что-то лоханулся. Естественно. Вы просто доплачиваете ездить постоянно на новой машине. Кстати, достаточно интересный вариант для тех, кто понимает и умеет ездить и получать больше удовольствия, чем тот, кто ездит на, вот как я на ревитете. Есть такие товарищи, которые хотят ездить на свежих машинах. Свежая машина есть в Best Auto. И я вам говорю, не хотите геморроя, тогда только здесь. Не вкатывайте в машину, тогда тоже здесь. Хотите современную, а цены у дилера вкусаются, тогда опять же здесь. Вы получаете лучшее без проблем. Научитесь ездить грамотно и через год отдав машину сюда, покупаете новую. Ну, чуть-чуть поновее. И цена-то небольшая. Пару зарплат и все. Где это все? В Best Auto на магнитной 111. Что же будет и что же будет интересное, да? Как бы вам сказать? Я всегда мечтал сделать так, чтобы каждый год было более интересным. Каждый год может быть более интересным. И это и есть такая возможность. Потому что и квартиры уже сейчас шпокнули, ой, никуда кость. А машина, кстати, здесь. По цене, как они были, так они и остались. Да. И в случае чего вы можете показать своим соседям, что машина-то стала покруче. Но ценой-то явно чуть-чуть дешевле, чем в автомобильном салоне. И к слову о том, что здесь вас не напрягают ничем. Ничего нового вы не будете. Взяли хороший кредит. Кредитные удовольствия здесь есть. И все кредитные банки, естественно. То есть вы себе это сделать позволить можете. Так я думаю, что вот вам лучший вариант, куда необходимо поехать перед Новым годом.